здравствуйте друзья продолжим исследовать различные варианты установки home assistant и сегодня поговорим о весьма популярном методе виртуальной машине качество среды виртуализации я использовал proxmox систему с открытым исходным кодом на базе linux debian на мой взгляд это намного оптимальнее чем windows который сам по себе требует довольно много ресурсов да и на самом деле намного проще и быстрее качестве аппаратной основы я буду использовать мини pk be link gk mini на celeron j4125 но все то же самое можно повторить на любой другой подобной платформе где используется процессор с поддержкой виртуализации перед тем как мы начнем проверьте не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео тогда его сможет найти больше людей первым делом нам необходимо скачать образ proxmox ссылку на страницу загрузки официального сайта вы найдете в описании актуальная на момент этого видео версия 7.2 качаем удобным способом напрямую или через торрент далее нам понадобится флешка на которую нужно будет записать загруженный образ естественно не просто скопировать как файл а развернуть сделав ее загрузочной для этого можно использовать например balena itchurch эта программа уже неоднократно появлялась моих обучающих видео ссылку на загрузку я оставлю в описании выбираем файл образа носитель флешку и нажимаем записать процесс записи занимает пару минут затем запускается валидирование для проверки после чего флешка готова к работе также на этапе установки нам понадобится клавиатура мышка и монитор или телевизор подключаем ее в свободный usb порт и включаем либо перегружаем мини пк меню выбора носителя для загрузки в билинга камине вызывается нажатием на f7 выбираем флешку и начинаем загрузку процесс начинается и очень скоро мы видим приветственный экран с небольшим меню на два пункта нам нужен первый он выбран по умолчанию установка прокс могс далее нам нужно прочитать и решить соглашаемся мы с лицензионным соглашением или нет если нет то на этом все и закончится а если да то принимаем соглашение идем далее следующее меню выбор диска причем строка с меню выбора находится в самом низу если не знаешь где то сразу и не заметишь это будет полезно если у вас системе несколько жестких дисков далее выбор страны временной зоны и клавиатуры причем у меня страна и время определились автоматически и корректно клавиатуру оставляем английскую другая тут попросту не нужна следующее окно это пароль суперпользователя в linux он называется root мастер подключения также просит указать свой адрес почты я оставил реально существующий хотя туда пока ничего от прокс могс не приходило затем настройка сети система обнаружила и проводной и беспроводные адаптеры мой совет сделать все возможное для подключения именно проводом даже если для этого нужно будет докупить отдельный ethernet коммутатор после сетевого адаптера нужно указать имя хоста я назвал его прокс могс be link после него идет сетевой адрес тут отображен выданный роутером но при желании можно сменить на статически указав его вручную и наконец суммарная информация по всем настройкам которые мы ввели внимательно проверяем и если нет ошибок принимаем если есть при помощи клавиш возврата находим нужное окно ввода и меняем как надо далее начинается сам процесс установки системы он проходит в автоматическом режиме согласно тех данных которые мы ввели на предыдущих шагах согласитесь что процесс очень простой и больше похож на инсталляцию какой-то отдельной программы они операционной системы это встречаются инсталляторы посложнее этого конце на 5 секунд открывается финальное окно с сообщением о успешной установки делать тут ничего не надо она сама закроется и автоматически запустит перезагрузку системы флешка нам уже не нужна загрузка идет с внутреннего диска при каждой загрузке на 5 секунд открывается окно выбора режимов если ничего не делать стартует нормальная загрузка системы последнее что нам надо увидеть на мониторе или телевизоре это вот такую форму ввода логина и пароля тут же указан адрес веб-интерфейса обратите внимание что он начинается с https переходим по этому адресу и тут браузер может начать пугать тем что наш прокс мог сможет похитить ваши данные конечно ничего подобного произойти не может нажимаем на кнопку дополнительно и тут же переходим по ссылке игнорируя все предупреждения браузера больше он надоедать не должен в окне авторизации вводим имя пользователя root этот пароль который задали на этапе установки не забываем ставить отметку сохранить имя пользователя если не хотите вводить его каждый раз далее приходит сообщение об отсутствии подписки и предлагается ее оформить я просто пропустил это окно она о себе по крайней мере за то время как я экспериментирую с proxmox больше не напоминала вот так выглядит веб-интерфейс proxmox список виртуальных машин будет слева пока тут только наш физический сервер нода переходим на вкладку shell нашей ноды это консоль то же самое что мы видели с телевизора или монитора также можно подключиться через ssh клиент например party а можно сразу из веб-интерфейса и без необходимости ввода логина и пароля теперь можно приступать к установке виртуальной машины тут я рекомендую воспользоваться замечательным проектом специально созданным для этой системы виртуализации которая содержит себе десятки уже подготовленных быстрой установки виртуальных машин тут и различные операционные системы и сервисы и базы данных и графические оболочки и системы управления умным домом и много чего еще например linux debian и ubuntu mosquito broker maria db influx db нода red и конечно же хоум ассистент причем как в виде контейнера так и в виде полный хоум ассистент ос я считаю что нет никакой необходимости ставить хоум ассистент и остальные аддоны типа zigbee to mqtt или esp home по отдельности удобнее будет поставить именно хоум ассистент ос а все остальное уже из его магазина аддона плюс такого типа установки я про проект proxmox helper что все ставится одной единственной командой все быстро и удобно процесс я сейчас покажу по умолчанию под эту машину выделено 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта дискового пространства вполне достаточно но чуть далее покажу итог как эти параметры можно менять копируем команду из github проекта и вставляем ее в открытую консоль proxmox соглашаемся оставим по умолчанию ждем пока загрузится образ скрипт все действия делает автоматическом режиме слева в ноде proxmox появилась виртуальная машина запустилась можем зайти в консоль тут видим то что видели бы на экране монитора при установке этой системы завершающий этап готово тут мы можем увидеть какой адрес роутер выдал для этого виртуального сетевого интерфейса переходим по нему порт 8123 и видим приветственное окно home assistant так выглядит его первый запуск весь процесс установки от момента ввода команды до появления этого окна занял около двух минут создаем пользователя и логин для входа и придумываем и повторяем пароль для него все стандартно это пока можно пропустить координаты можно задать любой момент но вообще сделать это нужно например для корректного определения времени заката и рассвета анонимный сбор данных для аналитики дело добровольно но я всегда активирую все опции и вас призываю сделать то же самое тут уже система начала находить какие-то устройства в моей сети тоже пока пропускают первый запуск в систему автоматически залетели все мои google cast устройства много чего еще доступно из меню интеграции это совершенно обычная home assistant tools никак не отличающаяся от например той что я показывал в первой части урока за исключением того что она развернута в виде виртуальной машины и занимает только часть ресурсов сервера никаких ошибок предупреждение о нездоровой установки все в полном порядке кстати если нужен и обычный linux его можно установить аналогичным способом благо в этом репозитории есть и debian и ubuntu ресурсов хватит а в интерфейсе самого proxmox меню управления этой виртуальной машиной можно посмотреть все данные о используемых ресурсах начале загрузка процессора довольно высока но это процесс установки промотав чуть вниз в этом же меню есть графики отображающие историю загрузки процессора и памяти на уровне ресурсов выделенных виртуальной машине еще ниже графики отображающей сетевую активность и операции чтения и записи на диск устройства наглядный монитор использования ресурсов спецификой работы в режиме виртуальной машины является необходимость предоставления и доступа к физическим устройствам подключенным к серверу покажу на примере usb для просмотра списка используется команда ls usb из того что нам может пригодиться это встроенный bluetooth адаптер его иди начинается с цифр 8087 и usb zigbee stick в этом примере я использовал широко распространенный санов zb dongle p но для других моделей принцип тот же его иди начинается с 10 c4 идем в меню установленной виртуальной машины chaos меню hardware аппаратное обеспечение тут можно смотреть и управлять ресурсами которые ей предоставлены нажимаем сверху кнопку добавить и выбираем из перечня пункт usb девайс в нем отмечаем пункт по девайс айди и в открывшемся меню видим то что можно перебросить виртуальную машину первым я выбрал zigbee координатор айди начинается с 10 c4 после этого нажимаем кнопку добавить затем точно также выбрал bluetooth айди которого начинается с 8087 тут он отображается как неизвестное устройство теперь оба usb устройства проброшены но еще не добавлены в систему это видно потому что их название показаны оранжевым цветом для добавления в меню управления виртуальной машины которая находится в верхней части выбираем опцию reboot которая аналогично полной перезагрузки системы если бы она была установлена на отдельном сервере за процессом загрузки можно следить из консоли в зависимости от тех изменений что проводится над виртуальной машиной она может занимать их довольно длительное время но чаще всего происходит довольно быстро теперь у виртуальной машины есть доступ к usb устройством сервера она может ими напрямую пользоваться заходим в интерфейс home assistant и в меню интеграции появились новые bluetooth и zwave которая обнаружила подключенный координатор хотя он и zigbee в окошке bluetooth нажимаю кнопку настроить интеграция запрашивает подтверждение подтверждаю собственно на этом устройка завершается адаптер успешно определился и подключился в систему сразу начали обнаруживаться bluetooth устройство home assistant есть несколько интеграций для работы с ними в моем случае это xiaomi ble у меня это различные датчики температуры и влажности для растений большинство из них подключается автоматически а некоторые например будильник с датчиком климата требуют ввода 32-разрядных ключей которые удобно получать например из интеграции xiaomi gateway 3 причем сам шлюз для этого не нужен требуется только вход в аккаунт me home zigbee usb стиком тоже никаких проблем нет этот виден на порту tti usb 0 показывать установку zigbee тонкий тт в этом видео я не буду но кому интересно оставлю в описании ссылки на тесты usb координаторов которые недавно проводил как раз используя именно такую установку proxmox теперь рассмотрим процесс управления диском точнее дисковым пространством выделенным под эту виртуальную машину по умолчанию 32 гигабайта и я считаю что этого более чем достаточно но возможно вы захотите добавить еще вкладке hardware рассмотрим какой идентификатор присвоен диску сервера в данном случае skyzy 0 далее в консоли ноды proxmox запускаем команду qm resize далее идет номер виртуальной машины 100 идентификатор диска skyzy 0 и объем добавляемого пространства плюс 16 гигабайт после ее выполнения объем выделенного пространства с 32 гигабайт изменился на 48 гигабайт сразу оговорюсь что обратная операция уменьшения так не работает она разрушит файловую систему это нужно делать на этапе установки не выбирать настройки по умолчанию а указать свои в общем окне информации о виртуальной машине мы теперь видим что объем доступного дискового пространства на ней 48 гигабайт саму команду вы найдете в описании под видео теперь рассмотрим управление оперативной памятью ее по умолчанию 4 гигабайта и тут возможно как увеличить ее объем так и уменьшить это делается на вкладке hardware выделив строку оперативной памяти нажимаем кнопку edit что открывает меню управления ее объема тут выделено 4 гигабайта кстати тоже вполне достаточно для нормальной работы системы давайте добавим 1 гигабайт объем указывается в мегабайтах поэтому 5120 то есть 5 гигабайт объем перераспределен на знакомый с usb устройство оранжевый шрифт намекает на то что нужна перезагрузка после перезагрузки видим что теперь виртуальная машина может использовать 5 гигабайт оперативной памяти как мы видим при использовании виртуальных машин оперативная память более ценный ресурс чем дисковое пространство монитор ресурсов также показывает увеличение объема памяти еще раз уточню ее точно также можно и уменьшать еще можно рассмотреть вопрос настройки сети по умолчанию тут используется адрес автоматически полученный у роутера в моем случае 192 168 0246 мне он неудобен и я хочу его поменять сделать это можно прямо в home assistant войдя в меню настройки система сеть смотрим раздела ipv4 тут стоит отметка dhcp меняем режим на статический и вручную пишем тот адрес который считаем необходимым в примере 192 168 067 и нажимаем сохранить адрес меняется на лету без перезагрузок его сразу видно в общем меню виртуальной машины и теперь в интерфейс home assistant заходим по нему все очень просто и быстро про proxmox и его возможности можно снять еще не одно видео а в этом я ограничусь еще парой важных моментов про которые нужно знать это backup резервные копии при его создании вся конфигурация виртуальной машины в данном случае не только home assistant а и полностью все на уровне операционной системы сохраняется в один файл это напоминает резервные копии которые делает супервайзер для него кстати есть удобное дополнение типа google backup но тут эти копии включают себя и настройки операционной системы поэтому они имеют сравнительно больший объем чем штатные backup и home assistant но с другой стороны восстанавливают виртуальную машину полностью для примера чистая установка home assistant ос еще без единого аддона занимает почти полтора гигабайта для сравнения размер штатных бэкапов моей рабочей системы со всеми аддонами не превышает 400 мегабайт в любой момент можно сделать восстановление из бэкапа вернув систему в тот вид в котором она была на момент его создания кроме бэкапов тут есть и снапшоты снимки системы и между ними есть разница backup это физический файл который содержит полную копию вашей виртуальной машины его при необходимости можно скачать и использовать где-нибудь еще снимок хранится на виртуальном диске его нельзя забрать это моментальный срез вашей рабочей системы процесс создания снимка примерно такой же но намного быстрее чем бэкапа созданный снимок мы видим в меню где указана дата и время его создания это удобный инструмент для экспериментов когда возникает необходимость вернуться на рабочую конфигурацию не тратя на это много времени если что-то идет не так нажимаем rollback и в считанные секунды система включая содержимое оперативной памяти возвращается в исходное состояние и так мы рассмотрели еще один вариант установки home assistant в виде виртуальной машины это позволяет использовать официальную операционную систему и при этом при необходимости рядом можно развернуть и полноценный linux если использовать скрипты из этого же репозитория то для дебиан и ubuntu нужно всего 512 мегабайт оперативной памяти 2 гигабайта диска можно поднять и два home assistant 2 использовать например для экспериментов как всегда буду рад вашим комментариям постараюсь ответить на вопросы а иногда бывает и так что по мотивам комментариев появляется тема для нового видео на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик большое спасибо всем спонсорам канала подписчикам на patreon и buy me coffee вы делаете большой вклад в развитие моего канала в описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на устройство показанное в обзоре текстовые материалы а также на ресурсы по тематике умного дома в частности мой телеграм-канал спасибо за просмотр до новых встреч всем мира удача за просмотр до новых встреч